И с нами на связи из Тбилиси Зураб Читая, журналист, жил какое-то время в России, сейчас в Грузии, знает обе страны. Зураб, здравствуйте, расскажите, вот как сейчас встречают российских туристов в Грузии? Здравствуйте, ну сейчас, конечно, прямо сейчас, потому что достаточно нервная, но в основном встречают так же, как вы встречали до этого. Приветливо, гостеприимно и без каких-либо претензий и упреков. Не заметил, знаю, многие приехали и ко мне лично, в том числе, в эти дни, не заметил, чтобы у кого-то были какие-нибудь проблемы. Достаточно нервная обстановка, это вы имеете в виду просто в городе из-за протестов, а не по отношению к туристам, правильно вас поняла? Нет, в городе из-за протестов, прежде всего, разумеется, у нас был достаточно жесткий разгон аппозиционного митинга, и из-за этого обстановка напалилась, плюс поводом для этого, как уже как раз связанная с Россией история. Мы об этом все подробно рассказывали, конечно. Скажите, грузинское общество в своем отношении к России однородное или нет? Нет, не однородное, конечно. Однородного общества, наверное, не существует нигде. Грузинское общество, по крайней мере, не поляризовано. Грузинское общество в целом, консенсус есть, что мы все понимаем, что никакой агрессии по национальному признаку к людям, любым людям, быть не должно. Но вместе с тем, конечно же, в Грузии, опять же, нет консенсус в том смысле, что претензии к российскому государству есть, претензии к россиянам есть, но это претензии к политическому свойству, а не лично. Сураб, вот мы видим, что власть уже идет несколько на уступки. Как, по вашему мнению, от этого затихнут протесты или нет? Да, затихнут немного, разумеется, поскольку у вас действительно идет на уступки, и эти уступки многие считают их здесь половинчатыми, но все-таки это довольно много. Это довольно много, этого недостаточно. Уверен, что протесты не закончатся, как минимум, пока не подаст в отставку министр МВД Георгия Гахария, но в остальном сегодня инициированы уже проверки в МВД. Сегодня до этого подал в отставку стихер парламента, до этого сдал мандат депутат Кузнашвили, который был инициатором приглашения коммунистическо-православного, не знаю, как это правильно сказать, депутата. Рассказывали тоже об этом подробнее. Спасибо вам за ваше экспертное мнение. Журналист Зураб Читая был с нами на связи из Тбилиси.